я в том числе у вас и на стриме слышал историю андрея шабанова который на последнем заседании суда попрощался с мамой он думает буквально уверен с его слов что если окажется в заключении больше не увидит своих родных хочется задать наивный вопрос зачем и почему это происходит насколько я знаю то количество заболеваний которые диагностированы у андрея шабанова позволяет ему быть свободным если действовать по закону если действует по закону то да постановление правительства все перечень заболеваний входят из заболевания андрея но еще дело в том что путин совсем несколько месяцев назад правозащитники более склонные к оптимизму обратили внимание что путин подписал указ и вышел правительство постановление которое в очередной раз рассказала как замечательно относиться к заключенную которых есть заболевания и что может быть какая-то будет активировка или еще что-то такое ничего не было этого ничего не было более того за это время что совершенно ничего совершенно незначащий путинский указ и поставление правительства актировки тяжело больных заключенных или о переводе их на домашних арест в случае андрея более того за это время мы видели с вами несколько смертей в том числе например 37 летние вот они ровесники кирилла бузмакова кирилл бузмаков я напомню это ставропольский байкер которого арестовали осенью 22 года по подозрению в терроризме но этот терроризм обычно этот политический терроризм да когда надо просто арестовывать потому что люди неблагонадежные то есть он ничего не взрывал не был с не знаю там со снарядом в руки задержан да ничего байкер в гараже было был бензин в бутылках собственно больше ничего да и они стояли в гараже они у него в руках тем не менее чтобы там ни было даже если бы это живой человек который не был ни в чем не было приговор еще не состоялся не было степного разбирательства при задержании ему сломали челюсть сломали там еще много костей но дело в том что он полтора года вот в этом состоянии находился в сизу и к нему не приходил врач не приходил врач в итоге ему удалили часть лицевой кости то есть удалили челюсть и он в последние месяцы жизни дышал и питался через трубочку он в итоге умер он умер дома но он умер из-за того что в сизу к нему не пришел врач и он не был отправлен в больницу ничего и совершенно здоровый человек то есть 7 летний умер в из-за того что из этого отношения при этом в общем о нем довольно много писали и его смерти довольно много писали никаких расследований никаких проверок ничего я уже не говорю о деле павла кушнира который умер 40-летний парень 40 лет исполнилась бы 19 сентября и он умер в сизу биробиджана я напомню в самом конце июля тоже ничего никаких проверок никаких молодые люди которые действительно ничего не совершили никого не убили никого не ранили не ограбили там не изнасиловали там ничего они погибают в сизу и я очень боюсь что это с каждым днем да я боюсь все больше и больше что это осознанное отношение именно политически потому что как раз мы видим убийцы-насильники тот же самый росомахин росомахин он 29 лет росомахин стал одним из первых вагнеровцев кто снова попал за решетку потому что он убил и изнасиловал 85-летнюю пенсионерку именно в этой последовательности сказать и оказался на войне а потом не просто оказался на войне а может был помиловал сначала совершил убийство и грабеж в двадцатом году его был первый строк и в двадцать втором он уже ушел на войну и был свободен в двадцать третьем снова убил пенсионерку и все остальное потом снова пошел на войну он сейчас на войне но он сколько раз уже был освобожден он освобожден такие люди как саксофонист байкер пианист почти все ровесники они гибнут в тюрьме просто потому что просто потому что тот так хочет какая-то была я так полагаю что она команда я иначе это ничем не могу объяснить вот эту серию серию смертей в сезон я кстати у вас хотел спросить раз вы упомянули историю про помилование этот механизм еще работает кажется вы у нас в эфире говорили что на какое-то время путин перестал использовать механизм механизм помилования для заключенных которые отправляются на войну в украине на самом деле все хуже да механизм помилования больше нет его нет уже больше года собственно но как теперь есть у нас условно освобожденные то есть на любом этапе заключения начиная с ареста любой человек кроме нескольких статей которые включают себя вот статьи которые были арестованы и павел кушнир и байкер из таврополья и собственно вот наш самарский андрей вот эти статьи они не входят то есть это все фейки об армии экстремизм пособничество терроризма терроризм вот жене биркович она не может да если бы она вдруг захотела я уверена конечно что нет никогда пойти на своего например да она не может по своей статье а вот росомахин может но дело не в том что я уверена что никто из них и не пожал бы конечно никогда но еще и в том что люди даже не доходят до сизо если убийство грабеж тяжкие тяжкие преступления они могут запросто до сизо не дойти и в любой момент быть на свободе со статусом условно освобожденные эти поправки теперь приняты в уголовном кодексе уголовно-процессуальном кодексе даже вот это не просто законы это уже теперь кодекс это поправки в кодексе более того полиция которая собственно осуществляет такое первичное задержание теперь платит по 10 тысяч рублей за каждого задержанного который в момент задержания удалось уговорить идти на специальную военную операцию по 10 тысяч рублей за голову в москве 50 за каждого их хочется зафиксировать еще раз убить изнасиловать и убить пожилую женщину и оказаться на свободе поставить спектакль и оказаться в заключении а ровно так это и нужно и и важно наверное рассматривать давайте вернемся к истории андрея шабанова известно ли вам что-то об условиях в которых он находится под правозащитница алена попова также сообщала что за четыре месяца шабанову не удалось передать ни лекарств ни средств технической реабилитации корсет головодержатель трость на последнем заседании заключенному не получилось отдать даже обезболивающее насколько я понимаю никакой медицинской помощи получить ему также не удается в сизо это собственно происходит во всех связи по отношению ко всем политическим заключенным опять же я напомню что совсем недавно стало известно о том что вставил себе полностью зубы сделал голливудскую улыбку осужденный на пожизненное заключение вовы беспредел из кущевской банды цапков потому что потому что социальные близки потому что могут потому что потому что за деньги можно в общем то все а здесь политические политических во первых не возьмут во вторых политические конечно не дадут и им гораздо проще они будут ругать знаете после убийства алексея навального в тюрьме и когда не то чтобы ну вы с вами видели расследование да с вами видели расследование или реакцию власти на людей причастных к гибели алексея навального я напомню что заместитель директора в син по фамилии баре неф был получил нечередное звание через два дня через три дня после гибели навального 16 февраля погиб навальный 19 был подписан указ но все же все это в системе улавливает мгновенно и понимает что награда нашла герой значит нужно так значит если у меня умрет политические не изругают а вот в соседней области в тюрьме умер политические так потом даже на повышение пошли такое вот рассуждение в общем такое что нет расследования есть наоборот премии похвала значит так и дело так тил да следователь александр воропаев который отказался возбуждать уголовное дело после убийства навального также получил повышение что он теперь он в апреле уже был заместителем начальника отдела по расследованию особо важных дел это большое повышение при этом сам в общем был судим по двум статьям в молодости это нисколько не мешает ему сейчас заниматься тем чем занимается